Всем привет! 27 мая 2020 года мобильный оператор МТС обновил свой тарифный план под незамысловатым названием «Тариф для ноутбука». Посмотрим, что МТС готов предложить своим абонентам и чем собирается переманивать абонентов других операторов. Тариф для ноутбука – это тариф, предназначенный для компьютеров и ноутбуков, который за не очень скромную абонентскую плату предоставляет безлимитный интернет. Рассмотрим параметры тарифа на примере Москвы и области. Первое, что обычно бросается в глаза после самого названия тарифа – это размер абонентской платы. На странице с тарифами МТС видим следующую картину – 590 рублей в месяц. Заходим в описание тарифа, а там тоже 590 рублей в месяц. Казалось бы, абонентская плата составляет 590 рублей в месяц, но если немного покопаться на странице с описанием тарифа или в подробном описании в PDF-файле, то оказывается. Абонентская плата составляет 850 рублей в месяц. Для тех, кто купит новую сим-карту, скидка на 3 месяца, которой абонентская плата и составляет 590 рублей в месяц. Замечу, что никаких звездочек возле ценника в основном описании нет. Получается, что МТС просто нагло прячет настоящее условие. Видимо, именно так МТС планирует заманивать новых абонентов и мотивировать на переход действующих. Мобильный интернет безлимитный по объему трафика. Только так. Базовое ограничение скорости – 10 Мбит в секунду. МТС считает, что 10 Мбит в секунду – максимально возможная скорость на этом тарифе – это оптимальная скорость. Я бы так не сказал. Из подробного описания. Скорость 10 Мбит в секунду позволяет смотреть видео в стандартном качестве. Скорость не влияет на качество аудио стриминга. Позволяет смотреть видео в SD с разрешением 720 на 576. Слушать музыку онлайн и скачивать более 3 ГБ в час. Ограничение это можно снять, но, разумеется, не бесплатно. Максимум скорости на 3 часа. 3 часа подключения без ограничений по скорости – за 99 рублей. Максимум скорости на 6 часов. 6 часов подключения без ограничений по скорости – за 160 рублей. Для ноутбука 05-2020 на максимальной скорости. Опция, снимающая ограничения по скорости за дополнительные 350 рублей в месяц. И еще немного информации по интернету на тарифе. Предоставление услуг файла обменных сетей, например, торрентов, ограничено скоростью 512 кбит в секунду. При нахождении в сети МТС на территории России на тарифе доступна раздача интернет-трафика по Wi-Fi, Bluetooth и USB. При повышенной нагрузке на сеть скорость доступа в интернет может быть ограничена. Личное мнение. По поводу абонентской платы, я считаю, что это обман. Да, в свернутых сносках и в подробном описании в PDF-файле все расписано, но это не отменяет того, что на основных страницах информация совсем другая. По поводу самого тарифа. Тарифы для ноутбуков, как правило, хуже, чем тарифы домашнего интернета, и даже, чем обычные тарифы мобильной связи. Я думаю, что в скором времени сравню публичные тарифы для ноутбуков на канале Портал Технологикус на ютубе в рамках мини-шоу Битва операторов. А пока могу лишь сказать, что некоторые абоненты, которым действительно нужен мобильный интернет для десктопа или ноутбука, предпочитают прошивать модемы и совершать иные манипуляции, которые позволяют использовать обычные тарифы в модемах. Помимо этого есть и интернет-продавцы, у которых есть интересные предложения в виде сим-карт для модемов. Тариф для ноутбука – не худшее предложение на рынке тарифов для ноутбуков, но и далеко не лучшее. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вы относитесь к подобному представлению информации о тарифах.